Еще совсем юные, но уверенные в своем выборе. Слегка растерянные, но заметно возмужавшие. Выпускники Минского, Суворовского, специализированных лицеев и кадетских училищ. Гражданская молодежь. Сегодня они произносят главную клятву в жизни. На верность Родине. Врачи, стоклянусь, быть отданным своему народу. Это соблюдать конституцию Республики Беларусь. Выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Если вдуматься в эти слова, то действительно смысл очень глубокий. И понимаешь их только с годами. И в данный момент мы дали клятву, которую должны до конца своей жизни держать. Служу Республике Беларусь. День очень волнительный, особенно для наших первокурсников. Это высочайшая ответственность за свою страну, за свой белорусский народ. Молодые ребята, которые решили поступить в военную академию, связать свою судьбу с нашими вооруженными силами. Они сегодня дают клятву на верность своему отечеству. После слов присяги уже официально. Они – курсанты военной академии. Радость торжественного момента делят родные и близкие. Ощущение гордости. Я очень горжусь своим сыном. Он выбрал правильную специальность. Я до сих пор не верю, что мой сын уже ученик военной академии. Вот вообще не верю. Честно. Кажется, только маленький был, только в сад пошел. Уже курсант. Сложно было адаптироваться. Но офицеры помогали, стажеры помогали. И скоро я просто привык. Ну и уже стало легко. Сегодня в стенах академии готовят специалистов для всех силовых структур. Основную часть – в интересах армии. Данкисты, мотострелки, связисты и разведчики. Всего семь факультетов. Непростой выбор. Будущие специальности юноши делают в большинстве своем задолго до поступления. Принятие присяги – это особенный день для каждого военнослужащего. Особенно для меня, как для будущего офицера. У меня один дедушка суворовец, а второй дедушка был связистом. И поэтому я решил пойти по стопам обоих. И поэтому выбрал военную академию. В этом году в главный военный вуз зачислены более 500 человек. Немалые представительниц прекрасной половины. Среди них будущий авиационный инженер Ксения Сдрог. С детства, мечтая о службе, к обучению в военной академии, девушка шла целенаправленно. И уже после шестого класса поступила в гомельскую кадетку. Позади месяц начальной военной подготовки, где каждый понял, чего ждать в дальнейшем. Большинство первый экзамен выдержали. Впереди годы напряженной учебы и службы. Иван Михайлов, Антон Груша, телекомпания ВоЕН-ТВ. Специально для программы «Наше утро».